добрый день друзья сегодня хочу вам рассказать о том как я нашел ну скажем так каркас или квант материи квант физики но можно по-разному называть эту величину она конструктивная и я как конструктор естественно на нее и обратил внимание чуть позже расскажу что это такое сначала несколько слов о преддверии этого ну не знаю может быть это будет открытие так вот где-то лет десять тому назад даже может быть больше когда я работал со своим напарником василий васильевичем дикусаром над книгой вакуум я обнаружил такую интересную формулу которая в общем то всем известно но она как-то не очень употребимо в сегодняшней математике старых исполнений то есть когда мы например говорим о максвилловских уравнениях то у нас идет там ротор плюс дивергенция ротор объясню это вращение в центральной точке а дивергенция это вращение по окружности вокруг этой точке то есть описание любой точки любой точки движение любой точки идет по двум параметрам ротор и дивергенция если вы берете и описываете какую-то точку то вы должны учитывать это то есть ее вращение вокруг какого-то удаленного центра ну и то как она движется типа по прямой вот где-то лет 10-12 может быть тому назад я впервые к этому обратился потом следом в то время я не мог объяснить почему вот такая мысль она у меня в голове засела и на этой мысли я построил тогда модель квантовакуума электрона и позитрона и в этой книге естественно я все изложил она была издана в вычислительном центре ран и книга живет своей судьбой а я все думаю на той ситуации которая привела к такому ну скажем так открытию дело в том что следом у меня возникла другая мысль на этой же основе я нашел ошибку в первой производной и вот что интересно когда я своим товарищем математикам об этом сказал они сказали что этого быть не может потому что первые производные проходит у нас ее в школе она исследована вдоль и поперек и они сказали что нет я где-то ошибся и когда же я им сказал что ньютоновская математика с ошибкой сделана с глобальной ошибкой и просто она не работающая поэтому у нас астрофизика которая якобы существует насчет космоса и планет поэтому она такая нерабочая в итоге то есть никуда мы полететь не можем потому что у нас ошибочные знания о космосе и полетах с другой стороны я им сказал математикам что я могу вам пример привести два примера даже даже может быть еще больше примеров но вот два хотя бы таких фундаментальных которые уже учли эту самую ошибку в ньютоновской механики то есть ньютон когда был ньютоновская механика с ошибкой а последующие электромагнитные все исследования и тепловые то есть тепловые машины они уже исправили эту ошибку в электромагнетизме вы все знаете уравнение максвилла ну вот кто интересуется конечно там есть ротор и дивергенция при любых описаниях любых электромагнитных явлений вот уже ошибка убралась и второе это термодинамика там тоже работа по замкнутому контуру равна нулю это одно из начал термодинамики то есть главный постулат на котором строится сама вся эта термодинамика и поэтому у нас поскольку электромагнетизм и тепловые машины поскольку они убрали эту ошибку они все изобретения вот в этих двух сферах работают понимаете работают и электромагнитные приборы все включая послание включая различные телевизоры и тому подобное и работают тепловые машины где тоже вот эти циклы все учитываются а ньютоновская механика она вроде бы работает на коротких расстояниях но дальше вот в космос например мы не можем полететь потому что из-за ложной ньютоновской механики мы имеем ложные представления о траектории полета о взаимодействиях тел ну и естественно о конфигурации космоса всего целиком и вот это как раз на мысль меня навело то что я нашел ошибку в этой самой первой производной коротко скажу о чем она это первая производная и в чем ее ошибка когда мы привыкли что x делить на y это и есть в пределе первое производное то мы всегда забываем что и x и y или единица на игрек если кто не очень понимает что это все время вектора и мы получаем что у нас есть векторное умножение икса на величину равную единица на игрек когда векторное умножение у нас существует между ним нужно обязательно учитывать синус угла между этими двумя векторами когда идет разговор о синусе и вообще об угле то сразу возникают моменты вращения поэтому первая производная x делить на игрек она сразу становится из двух компонентов первый компонент угловая скорость в результате если это метры деленные на секунду а вторая компонента это линейная скорость вот тот самый вектор который нам преподают в школе что он является касательной к окружности на самом деле этот вектор является круговым и он себе упирается как говорится в свою же хвостовую часть то есть у нас модель любого кванта любой физической субстанции она состоит только из двух вот таких элементов этот скажем так квантик он обязательно имеет угловую скорость вращения но если мы берем механику и во-вторых он имеет вектор своей траектории периферийный угловая составляющая является ротором периферийная является дивергенцией и вот этим мерилом мы меряем все векторные поля а поскольку векторными являются все величины которые существуют у нас то мы мир им все величины которые существуют у нас может быть какие-то другие когда-нибудь будут открыты, но пока вот так. Что интересно, несколько лет тому назад мы были на отдыхе в усадьбе, где Пушкин женился на Наталье Кончаровой, и вот там отдыхала в то время, ну, были на каких-то своих курсовых работах, молодежь со второго по пятый курс, и математики были, и когда я об этом сказал, девушки, которые случайно встретились и случайно оказалась в кафедре дифференциального счисления, то когда я и начал все это излагать, она сразу это поняла, сразу, без всевозможных каких-то дополнений. Это преамбула. Что теперь является интересным самым? Дело в том, что мы долго думали, что же такое, например, электромагнетизм, какой квант у электромагнетизма, не так, чтобы словом его назвать, а так, чтобы это было конструктивно. И вот, применяя вот эту мою модельку, получается, что электромагнитный квант, он состоит из ротора, то есть он обязательно вращается, и он состоит из дивергенции, которая является какой-то периферийной скоростью. И вот эта скорость и та, и другая, и угловая, и периферийная, они и составляют тот самый электромагнетизм. Грубо говоря, роторная часть, то есть угловая скорость, дает нам электрический ток, электрический ток и электрический заряд, а периферийная часть дает нам ту величину, которую мы называем магнетизмом. Поэтому, когда у нас идет ток по проводу, всегда вокруг него возникает магнетизм. Вот как раз из этих самых соображений. То же самое обстоит и с массой. Центральная часть, роторная часть, дает центральную массу положительную, к которой как бы все притягивается. А периферийная, вот эта вот масса, которая образуется в теле, которая летает по орбите, дает отрицательную массу, которая проявляется, когда мы становимся с вами на колесо какое-нибудь вращающееся, нас прижимает к внешней стороне. Вот это отрицательная масса. И масса любого тела, любого абсолютно, она состоит вот из этих двух масс. Положительная как бы притягивает к центру, отрицательная как бы отдаляет от центра. Само тело имеет две массы. Две массы и многомерность массы еще предсказывал Мах в 19 веке. Мах это тот, которым именем мы измеряем скорость движения очень быстро летящих объектов. Одна, две, три величины Маха. Вот тот самый Мах. Ну и, наконец, самое интересное в этом. Дело в том, что вся природа познания человеком нашего бытия, она связана со следующими проблемами. Первая проблема, точнее та, которая является не проблемой, это то, что мы с вами живем в нашей реальности, и в этой реальности мы имеем с вами только одно пространство, которое является реальным, реальным, которое мы можем измерить. Это расстояние, длина, ну и любые операции с ними. Причем без всякого умножения, никаких площадей, никаких объемов, только длина в какую-нибудь сторону. Вот это реальное наше пространство. Это так называемые метры, условно говоря. А второе пространство, которое мы познали в течение какого-то времени, пока развивались, оно является комплексным пространством. Точнее, даже не комплексным, а мнимым. Это пространство времени. Оно у нас представлено не измерениями нашего существования, вот здесь, где-нибудь. Оно представлено отдельным пространством, мнимым. Потому что это мнимое пространство мы не можем измерить. Но мы можем его проявить в виде вращающихся часов, в виде цифровых часов, еще каких-то солнечных, других. То есть время мы фиксировать научились, но оно лежит уже в мнимой части нашего мира. Так вот, что интересно. Время – это как раз та самая вращательная часть. Это ротор, ротор, который вращает нашу систему любую. Вот человек сидит или идет, даже это его положение, оно отписывается вот этим самым ротором, как будто он вращается вокруг какого-то удаленного центра, либо другого, еще более удаленного центра, либо вокруг своей оси. Это называется временем. А вот та периферийная часть, которая является дивергенцием, – это наша с вами траектория, по которой мы можем ходить вокруг какого-то центра, в котором фиксируется время. Поэтому дивергенция, то есть окруженность – это наша реальная часть, а вращение, которое сидит вот в этой материальной точке и не имеет никакого радиуса вращения, угловая скорость – это виртуальная, мнимая часть. И самое интересное, что все в нашем пространстве, времени, так скажем, ну как Эйнштейн называл, оно состоит вот из этой пары величин. Эта пара величин создает реальный вектор. Вектор этот состоит из реальной части, которая является длинной, и мнимой части, которая является временем. А вектор называется вектор пространства времени. Вот как все это складывается. Если вы хотите что-то где-то измерить вот в нашей реальности, просто величиной какой-то скорости или подобных механических каких-то измерений, вам нужно учитывать пространство и время. Пространство по окруженности, время в центре. Вот такой как бы измерительный кластер. Поэтому Эйнштейн в этой догадке был прав. Но в то время еще была не разработана система векторных исчислений, и тем более вот этих мнимых компонент, которые сегодня, ну, получше, так скажем, исследованы. И самое главное, что вот этот вектор пространства и времени ошибочно считал слагаемым тот самый Эйнштейн. Эти самые величины, роторы, дивергенцию, то есть секунды и метры, складывать между собой нельзя. Между ними стоит величина, которая обозначает мнимость. Обычно эта величина равна корню квадратному из И в квадрате. То есть она показывает вектор длины, круговой вектор длины смещен относительно центрального вектора угловой скорости на вот эти 90 градусов. Один вектор так, другой вот так. Вот все здесь как бы ясно и понятно. Поэтому, когда Эйнштейн говорил, что да, пространство времени прогибается, и каким-то образом вот туда масса падает, он рисовал потенциальные поля, которые действительно так же и рисуются, и реально туда масса не то что падает, но эти поля показывают, что вот такая зависимость массы есть как раз от пространства и от времени. Это реально так. Но когда мы сегодня отказываемся от пересмотра ньютоновской механики, мы задаем себе очень большие проблемы. Почему? Потому что Ньютон полагал, что тело, которое больше не испытывает оказания силы, оно движется якобы прямолинейно и не останавливается. На самом деле нет. Любой опыт, вот допустим, многие считают, что Земля у нас сферическая. Вот представьте, бросьте вот туда без гравитации какой-нибудь шарик, пусть он летит, ну самолет допустим, и по мере удаления туда вдаль он должен будет по отношению к шарику взлетать уже, понимаете, взлетать. А это уже полет вверх. И самое главное, что вы понимаете, что он неосуществим. Но дело даже не в этом. Математика запрещает явление круглой формы сферической, и математика запрещает вот тот космос, на который мы с вами опираемся. Математика в таком смысле, в каком я ее сейчас вам изложил, напрямую запрещает Солнце и вокруг него какие-то орбиты, каких-то планет. Просто это невозможно. А круговое движение любого какого-нибудь объекта, оно осуществляется только в состоянии покоя. То есть, если вы видите что-то, вращающееся вот так равномерно и бесконечно, то это состояние покоя вот этого объекта. Как пример вам приведу очень простые вещи. Электрон и позитрон. Эти две элементарные частицы живут вечно и вращаются вечно по каким-то орбитам. Вот вам образец. Они не теряют никакой энергии, они никак по прямой никуда не летят. Ну и вот, пожалуйста, вам пример и иллюстрация тех слов, которые я вам только что сказал. Поэтому, подытоживая свое выступление, я вам еще раз коротко скажу, что любое описание нынешней реальности производится кластерами или квантами, которые состоит, каждый из которых состоит из ротора и вокруг него дивергенции. Если мы берем скорость, по которой мы ездим даже на том же автомобиле, то вот у нас ротор – это вращение вокруг какого-то удаленного центра, который мы можем и не замечать. А вот то, что мы называем дивергенцией, это вот наша прямая скорость, которая мы считаем, что она вот по прямому вектору идет. Собственно, поэтому, когда человек оказывается в лесу, он взбирает в одну сторону и ходит по кругу, потому что это и есть тот самый ротор и та самая дивергенция. На человека воздействует пространство времени, оно всегда вращается, всегда вращается. И поэтому все остальные наши другие физические величины, отличные от метра, от длины, они все, во-первых, вращаются, во-вторых, они все мнимые, или те, которые содержат все-таки метр в своем составе, они комплексные величины. То есть мы их и посмотреть-то, и увидеть не можем именно поэтому. Поэтому никто из нас никогда не видел электромагнитного поля, никто не видел даже времени, никто не видел какой-нибудь там другой величины. Все это мнимые величины, это плод нашего разума, построенный вот на этом одном кластере. Этот один кластер, он и показывает всю нашу систему. Он и дает плоскость нашей Земле, которая трансформирована в разные стороны из-за вот этих как раз изгибов, про которые говорил Эйнштейн. Эта же ситуация дает нам и то, что над нашей планетой. Тороид или полный такой полусфероид, различной электромагнитной силы или субстанции. И это же показывает, что других планет в принципе быть не может, потому что для них требуются специфические условия, которых пока не обнаружено. Так что вот такая ситуация. Я поспешил с вами поделиться своим таким радостным событием. Кто понял, тот понял. Кто не понял, я еще раз повторю. Поверьте, это очень важно, потому что это как раз те самые маленькие штрихи, с которых начинается большая наука. Субтитры создавал DimaTorzok